Может исправиться. Но какой исправиться? Но если Господь терпит его, кто я такой, чтобы я не терпел? Ну это дело ваше. Кто я такой? Я грешный человек, еще грешнее его. Почему я так? Какое у вас понимание? Ну вы видите, явно грешник. Написал, знающийся с блудниками, делается блудником. Не знайте. Писание предупреждает, не знайтесь. Если ты его знаешь, что он блудник, отойди от него. Молись. Чтобы тебе не сделаться таким же. Видишь, вора сходишься с ним. С прелюбодеями сообщаешься. Бог говорит, я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю предлицо твоей беззакония. Почему нет, слова не берете? А это 50-й Псалом говорит, помилуй меня Божий. А это 49-й. Что, 49-й не Давид написал? Ты видишь, говорит, вора. И сходишься с ним, а он ворует. Ты видишь, прелюбодеясь, сообщаешься с ним, гладишь. А на нем благодать. Еще там нет какого проклятия. Отойди. Но после третьего обращения отойдет от него. Ну, обличение, обличение, обращение. После первого, второго, говорит, еретика отвращается. Он уже ересью весь поглощен. Я с ним стал говорить, у него живого места нет. Батюшка, ты Бога? А какой Бог? А артерей его терпит. И все одно образ Божий. Его жалко по-человечески. Я много со священниками знался. Я скажу, есть предел. Может, просто потемневший образ Божий. Но он все одно образ Божий. Знаете, если бы мы были более внимательны. Вот такого вот богохульника ни один сектант не потерпит. Никогда. Все понимают, он скверно, он заражает всех. Это нигде не потерпят. Если на работе, это БХС арестовывает. А православные дураломом лезут. У меня один человек, он стал ходить, сектант. И уже все, уже свечки ставит. И православный стал. И вот однажды он выходит, а он много знает. Писание знает отлично. Он вышел на паперти и говорит. Вот я смотрю, в храме стою. Мне кажется, Бог не избирал этих людей. Они Бога не любят. Или набрал одних дураков. Что попало делают? Понимаете, люди, которые приходят извне к нам, они говорят, вы нам рассказывали о православии. Это то православие, о котором вы говорили-то? Нет, это ложь, это обман. Православие это чистота, святость. Это соблюдение совести заповедей. А не попрания совести. Они всегда ко всему приходят. Есть люди, которые получают перед смертью. А есть и половина жизни своей. Поэтому не надо огорчаться. Господь приводит, может и к концу жизни приводит. Может быть и приводит. Но мы не видим, что Он приводит. Вот понимаете, какой был, такой и есть. Мы пришли к нему, он уже не разговаривал. Главное, чтобы причастие проглотил. Я в это не верю. У него лежит рядом пепельница, все еще курит. Вот он сейчас проглотил причастие, а он спасенный. Живи как угодно. Да нет такого нигде в Библии. Игнат Ильич, вопрос вам. А где та грань, от которого священника нужно отвергать и убегать? Вы говорите о таких крайностях, которые пролюбодей, которые курят, которые наложниц. Но есть священники, которые не курят, не пролюбодействуют, а в ней ничего этого не делают. Ну всякие есть грехи. Я апостол Павел себя считал первым гречником. От кого бежать, от кого не обижать. А я говорю, от кого причащают. Нет, я говорю сейчас о священниках. Говорит, все священники такие. А вы скажите, где, как определить, что от этого уже нужно бежать, а от этого еще не надо бежать. Значит, разговаривать, смотреть. Ну да нет. А Господь сказал, если бы он сказал парисеям, евреям, бейте священника, они убили. А он говорит, слушайте их, но по делам не поступайте. Значит, и мы должны слушать, пусть он пролюбодей. Пусть он кто? Я буду слушать его, потому что он говорит Самона. Пролюбодей нет этого, зачем вы думаете? Да пусть он. Никак, этого нет. Господь пусть он. Да нет этого нигде. За что вы думаете? Пусть он хочет. Да вы его убили бы сразу, пролюбодей. Вы закона не знаете. Пролюбодей, да будет предан смерти. Мы же не знаем. Ну перестаньте. Пролюбодей, да будет предан смерти. Вот закон. Кто его изменял-то? Это Моисеев закон. А сколько говорил сверху за этими иудеями? А наше, то и Господи говорит. Они говорили неправильно. Говорили неправильно. Господи, сколько священников плохих. Он говорит, где же я вам ангела возьму. Воспитывайте этих плохих. Воспитайте с него плохого, сделайте хорошее. Вот наше чего. Он тебя воспитает кадилом по обуви. Нет. Есть батюшки, который прислуживает. Я с ними встречаюсь на каждом шагу. Это лютые волки. Не все, Игнатих Игоревич. Не могу согласиться. Если ты еще не делаешь, тебе он хороший. Вот, Маратария Ивановна. Люба с ним поговорит. Смотрите. Я не просто не льщу, а просто говорю, как поговорить. Я веду занятия. У нас Михаил, молодой священник. Ну, я с ним говорю прям по душам. Есть, конечно, я говорю, о них не буду говорить. Прости, Господи, я их не обличаю, потому что я грешней всех. Я первый грешник. Я веду занятия в университете. 17 лет. И вдруг архиерей присылает секретаря, Гончарова Сергея Михайловича, чтобы меня оттуда выгнали. Местный архиерей. Максим Дмитриев. Его это никак не касается. Совершенно, что я там преподаю. Я в воинских частях веду занятия. Во всех отделах милиции, город, десятка школ. Они за мной как псы лютые гоняются. А где-то пишут, тоже такой Игнатий Лапкин. И дальше такую муй гонят, даже вообразить нельзя. Они безбожники, лютые безбожники. Ведут себя, кажется, хуже демонов. Это вообразить нельзя. Приходит проректор и говорит, вот пришли с таким письмом. А почему они так делают? Если им надо, мы дадим ему аудиторию, пусть ведут. Я пошел к ректору, ректор говорит, да неужели я на это пойду? У меня прекрасные отношения. Ему это надо или нет? Нет, они меня вышибали не единый раз с разных университетов. На улице я с народом оказывался. Но сами не пойдут. Но вы же, наверное, настраивали народ против них. Да какой народ? Я преподаю блаженному апопилаку, слово Божие, народ. Какой народ-то? Студенты. Ну студенты, так народ все равно. Представители прокуратуры, ФСБ у меня сидят. Все органы власти. Я кого настраиваю-то? Или что-то придумать надо? То есть у вас ответа никакого нет. Мы должны назвать своими вещами, а не придумывать на меня что-то. Если бы было, меня бы они за хобот взяли. Они ничего не имеют. Ничего, кроме демонической злобы. Игнать Тихонович, но не все же прямо вас ненавидят. 470 курсантов. Они там не бывают, даже попы. Но вот теперь они уже к властям. Они везде лезут в властные структуры. И добились, чтобы, ну как Дмитрий Смирнов, по силовым структурам. И теперь они назначают одного священника, Николая Мургина у нас. Он будет вести занятия. Мне приходят и говорят, ну извините, но мы вынуждены отказать. А я бесплатно вел много лет. 475 студентов, это курсантов. Я говорю, а почему? Мы сейчас так сделали, патриархия, там договорились, что будут от патриархии ставить. А кто будет вести? Да Николай Бурдин. Я говорю, так он не будет вести. А почему? Так они же без денег не могут жить. Они деньги потребуют. За что? За занятия? За уроки? Да вы что? Да разве за это деньги берут? Ну все, я простился. Телефон оставил. Проходит недели две. Звонят. Приходите, ведите занятия. Вы говорили правду. Они сразу требовали деньги. А я говорю, какие деньги? Лапка у нас 7 лет ведет занятия, ни копейки. Я 17 лет в 5 университетах веду занятия, ни копейки. Я начальник детского лагеря 40 лет, ни копейки. Вы понимаете, нет? Я в прошлом году на 3 миллиона 150 тысяч подарил мои книги, которыми 50 лет отдал. А откуда? От Бога. А у меня минимальная пенсия. Нынче я подарил уже все вместе, вот новая цена, больше 3 миллионов рублей. А у меня ничего нет. У меня минимальная пенсия, даже 5 тысяч может нет. И что они? Они не стали везти. Я им тогда сказал, говорит, так у вас будущего-то, говорит, никакого нету. Потому что, говорит, 400 с лишним у меня 75 курсантов, помещения открытые. И вы не хотите везти занятия. У вас одни бабушки одни. Ну, говорит, вот так. Ну, я думаю, что христиане не могут такие деньги выдать. Это даете ли запад вам дают деньги? Да. Американцы купили, ЦРУ подкупают. Вот все безбожники. Но наши не могут дать. Ваши не могут дать. Могут. Не могут дать. Я говорю, могут. Они имеют очень мало. Я говорю, могут. Налоги большие. Имеют очень много. Сейчас тут на тарелочку ложат, я смотрю, мало. А вот было год назад, ложили большие деньги. Так, я вам назову. Сокол. Батюшка, знаешь такого? У него там могила его, перед его храмом. Он ему показывает мою книгу. Он сразу мне пересылает шестизначное число. Я сразу книгу выкупаю. Вот он сидит, к слову сказать. Так, батюшка? Посмотри на его, посмотри. Не выдумывай, что там запад. Без запада обходимся. Сбербанк России помогает. Притом люди совершенно... Сбербанк России. А банком управляет кто? Рогатый. Ну, все? Да вот это удивительно. Во-первых, кредитный. Банк кредитный. Потому что все... Вот сейчас построили ХБК храм, а я сказал, он кредитный. Он, Господь, не примет его. Хоть тысячи священников освятят его. Не примет. Почему? Ну, что мы решаем? Примет, не примет. Кров. Вот если батюшка вам дал. Вы голодные, вам подали хлеб. Вы возьмете хлеб от них? Или будете кредит, не кредит? И ты его слопаешь, даже не заметишь. Стоп. Одно-другое хлеб подать, а другое взять деньги из кредита. Нет. А я ни кредиты не беру, нигде. Вы сказали, в банк сейчас. Он берет из кармана, дает деньги безвозмездно. А он берет с банка? Управляющих. С банка же берет? Где он берет? Да что тут глупость? Мне дали. Я теперь преду и скажу, ну-ка, Сокол, где взял деньги? Он президент компании. Вот теперь я скажу притчу. Вы слышали, нет? Да. Это президент компании. Священник. Строить храм. Но строить храм это воля Божья. И не всех священник благословляет. Господь благословляет. Приходит крутой убийца. Говорит, батя, строишь храм? Да. Миллион на. Он давай. Отстегнул. А если бы он был немножко от Бога, он бы сказал, а где ты работаешь? Какие деньги взял? Я не возьму. А тут берет, строит храм. Этот умирает. В ад опускается. В аду кричит. Господи, я ж миллион дал на храм. А голос сверху говорит, я ни миллион не принял, ни храм. Ну это все выдумки. Почему выдумки? Да этого нет в Библии. Вы откуда набрались столько? Златоуст это называет бредни пьяных старых. Нет. Я повторяю, Златоуст говорит, чего в Писании нет, о том не рассуждаем. А вы в интернет выходите? Вы слышите? В интернет выходите? Чего нет в Писании, в Библии, о том не рассуждаем. Надо Писание читать. В интернет выходите? Я в интернете 16 часов в день сижу. Весь мир, весь мир получает. Слушай, если человек или священник сел за интернет, он поклонился падшему ангелу. Все. Дальше все, разговоров нет. Вот вам все книги, вот вам вся речь. Я не прикасаюсь ни к этому, ни к чему. Нет у меня ничего. И поэтому знания-то ограничены. А мне достаточно. Недостаточно. Достаточно. Я только бабушке скажу, как спастись, если Господь мне даст. А как он даст тебе, когда ты против всего воюешь? Против Слова Божьего? Вот это воюете? Да нет. Я вам говорю Слово Божие, а для вас как будто этого не существует. Какое? Нет. Когда вы говорите Слово Божие, я принимаю. Так вы даже определить не можете. А когда на священника восстаете, я защищаю. Вот видите, значит, книги не надо. Денег, откуда поступают, не надо. Интернет не надо. А вот я залезу на крышу, чтобы меня слышал сосед. Можно кричать? Ну, можно. Я буду говорить, покайтесь, веруйте в Евангелие. Но меня подняли на аэростате и дали рупор. Теперь я кричу на все шахты. Можно? Можно. А интернет до конца вселенной. А это уже нельзя. Что такое интернет? Интернет. Имя теряется навсегда. ИНН. Имя новое, номерное. Ну и что? Ну и все. А чего вы взяли? Интернет что такое? Интернет что означает? Это бесовское орудие. Это полностью он поработает. Что оно означает? Переведите на русский язык. Интернет. Имя теряется навсегда. Да нет. Интер. Это означает международное. Я понимаю. Интернациональное. НЕТ означает сеть. Составляет сетка. Вот попали в сетку. Сетка где? Попали в сетку. Это означает, что Господь забрасывает сеть до края вселенной и уловляет рыбу свою. Да нет. Нет. Это бесовское. Скажите, вы в интернете заходите. Сколько сектантов пришло, через ваше нет, не надо, сколько пришло за последний год? Да ничего не было. Из-за всей жизни придет. А мне с концов вселенной идут сообщения. Я, говорит, было совсем ушел в сектанты, но натолкнулся на ваш сайт, сейчас вернулся, и сейчас никто-то говорит, доктор, доктор, богословие. Это кто? А? Кто? Батюшка кто? Архимандрит теперь. Вот и все. И где? Не где-то, а за океаном далеко. Потому что интернет для всех. Заходят. Мы, говорит, с сыном давно-давно, уже искали, решили уйти. Нашли, мы сразу вернулись в православие. Наконец-то нашли православных, голос которых достиг. А вы говорите, притом безапелляционно, безответственно, такие слова. Вы просто богохульствуете такими словами. Бог дал открытие. Вначале люди боялись стекла, боялись лампочки, боялись скамейки. А сегодня изобрели мобильный телефон. У батюшка с мобильным телефоном. Вот он сейчас снимает, завтра просмотрим. Это тоже не надо. Это как диамид. Мы дойдем до этого концерта. Нет, нет. У меня дед, дед, служил почти 40 лет в церкви. Старостом, сторожем. И вот он говорит, внук, придет время, и беса на руках занесут в храм. Я говорю, ка, дед, ему ж не видно. Телефоны занесли в храм. И только даже в алтарь. Святая святых в алтарь. Это бесы? Да, конечно, вот он. Скажите, чтобы вы знали. Это чей? Не знаю. Это мой фотоаппарат. Не обижайтесь. А кто его изобрел? А при чем изобрел? Почитайте четвертую. Нет, потихоньку. Интернацию главы. Понимаете? Я на благослове. Если у вас знание есть, вы просто скажите, я знаю или не знаю. Тут психовать не надо. Скажите, кто изобрел его? Человек. Ну ясно, что не быкс. Под диктовку беса. Ну это так, что угодно можно. А я хочу знать. Тогда путь к знанию откроется. А вы намерто отрезаете себе. Это можно обалдеть от этих незнаний. Это изобрел Мартин Купер. И он сейчас живой еще. Сколько он терпел неудач. И наконец, вот, а по телефону можно с кем-то разговаривать? Не здесь-то так. То можно. А теперь изобрели мобильный, уже нельзя, уже сатана. Понятие какое. А как же святые разговаривали? Теперь я говорю, смотрите. Говорит интернет. А кто интернет изобрел? Можно не спрашивать, не знаете. Но вы сегодня уже можете знать. Тим Бернер Сли. И он тоже живой. Но от этого я не буду святее. Будете? Будете? Нет. Эти люди облегчили жизнь людям. Вот он. Раз. Раз. Алексей это хоть вызвал бы. Я уезжаю навсегда. И он пользуется этим. Вот он стоит. Вот она где. А как же получается рак головного мозга? Белокровие? Вот это? Врач говорит, смотрите. Если 7 минут человек разговаривает по телефону, закипает кровь. А? Она не закипает. 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 Читайте. Так скажи. Закипает кровь? Закипает. Белокровие. Операцию стоит вам сделать 250 тысяч. Да нет. Ничего нет. Черепок снимают, а ничего не сделают. Закрывают, а хороните. Нет. Подождите. Да что это нет? Я вам рассказ. Я расскажу рассказать. Ты рассуждаешь? Вы понимаете? Так уже бы полмира бы вымерло. Понимаете? Сколько? Разговаривают дети, женщины. Они без конца весь день разговаривают. Есть норма. Игнатий Тихонович, вы из пустого порожня, вы ему ничего не докажете. Ну я вам скажу хотя бы один раз, чтобы он знал, что он слышал с сегодняшнего дня. Есть норматив, там показывает, говорит по телефону, не более пяти раз по две минуты всего. Действительно на рак мозга влияет. Но это, говорит, надо поколение три, чтобы определить, как влияет. Они так закипают, спекаются. Я по нему стараюсь не говорить. Это врачи пишут, не ехать. Да. Но умирает от этого сколько чего. Они слабоумно может страдать. Но это исследование на не одно поколение пройдет, пока узнает. Сейчас вся экология. Да. Нет, это норма, просто даже значит. А теперь говорят, спрашивают, что с вами, может, можно по телефону сделать болезнь, неизлечимое, можно на стаде развития. Ты приходишь раз, и болезнь пришла. День не вылечится. Ну, может быть, и не так, как вы говорите сразу, но что-то люди уже делают. Понимаете, чтобы что-то сказать, нужно... За удовольствие надо платить. Да. И платим мы. Жизнь, смерть. За стрельном польза и... Болезнь. Но это нужный предмет, очень нужный. Мы умремые без телефона, кто эти телефоны... Видите, что я телефон не звоню, чтобы вы знали, я не звоню никогда. Мне его подарили, он у меня есть, номер есть, и мне положил, дорогой мой вот этот батюшник, положил деньги, они у меня так и лежат. Я не трогаю их. Но вот наша машина застряла. И идти нужно там, допустим, 15 километров, чтобы выслали трактор, вызвали нас. Что я могу сделать? А телефон вот теперь, нуждаясь... А где ж вы были 20 лет назад? Вы не застревали? Пешком бы пошел. Когда не было? Да. Вы сказали, Николай, выводим, помоги. И машина подъехала, вам помогла. Там нет машин никаких, там машин нету, где мы едем. Там машины не ходят. Придет машина. А? Придет. Да не придет, там нет машин, а мы одни. Как же живем? Это новое поселение где-нибудь... Как раньше жили? А? Как раньше жили? Раньше на телеге ездили. А вот смотри, чудо. Едет шофер. И вдруг у него груженый, лопал, ЗИЛ-130, ломается рама. Все. Этот экспедитор говорит, что такое? Да все, пропали, степи мы. Никто нет, телефона тогда не было. Ну что ж, он подъехал, поддонкратил. И как-то там тросом все закрутил, лишь бы доехать. И она сидела верующая, молилась Николай Годнику. И когда он сейчас, я подъеду, вот тут есть, где-то, колхоз, подварил. Подходите, говорит, вот вам гель, не заварите. Тварщик подошел, говорит, а где варить? Я вижу трос накрученный, а целая рама. Как? Он подходит, а рама целая. Вот как вера на него. Ты ее туда уведи. Он не поможет. Таня. Ну ладно, батюшка говорит на эту тему, говорит, бесполезно. Но я вам сказал один раз, вы не приняли, но поделились мнением. Да. Когда у вас, говорит, яблоко, у меня яблоко, мы обменяемся. У каждого по одному яблоку. У каждого своему мнению. Но когда у вас идея, моя идея обменяется, у каждого по две идеи теперь. Да. Я вам сказал. Игорь Тихонович, вы дали Николаю большую информацию для размышления. Да, конечно. Поэтому я прошу подарить ему для Слова Божия нет уз. Как вы пришли к вере, очень интересный. И какой-нибудь том там, ну, любой там, где вопросы и ответы, чтобы он понял. Далеко в кузове, я сейчас ничего не достану. У них он может попросить. Тут я полный комплект им дал. Полный, 38 книг все дал. Ну, можно почитать, дай. Там можно многое будет найти. У меня путь был такой. Я родился в верующей семье. Я с детства верующий был. Но Евангелия не было. Евангелие мне в руки попало только после армии. И моя жизнь в один вечер стала другая. Я получил рождение свыше. Благословение от Бога. И это было 27 сентября 1962 года в 17.00. Я на корабль только вернулся, учился в Морихонном училище. И на корабле работал. И первым уже матросу стал говорить, живем мы неправильно. За нас Господь умер. Я не знал этого. Я 50 лет провел в напряженной работе. Насчитал златоуста, все жития святых, чтобы люди были образованными. Чтобы православие было сияющей звездой на небосклоне Божьем. Ну, а те сам. Один из таких, которые все... Игнат Тихонович, я думаю, вот реакция Николая, это естественная даже реакция на то новшество, которое мы слышим. То есть надо переболеть как бы этим. Это первая, знаете, такая реакция. Как укус комара, он долго будет чесаться все, а потом оно все проходит. Я думаю, это поток информации новой, которую вы сегодня выдали Николаю. Это будет ему для размышления. Он тоже такой же крепкий, вы видите, как и вы. Только, ну, вы более богословски подкованный, по-библейски. У Коли больше там приметы, какие-то старцы рассказали. Я занимаю сторону, где Слово Божие подтверждает. И интернет нужно, и телефон нужен, я считаю. Без этого мы просто, ну, не сможем жить. Можно, как один говорил, лопатой человека убить, а можно огород копать и сорвать картошку. Так и здесь. Как будешь пользоваться? Будешь искать грязь, ты найдешь там сразу же, в первый вечер осквернишься с головы до ног. А можно столько там почерпнуть. Я открываю и читаю проповеди перед праздником патриарха, батюшек, священников многих. Коля, нужно пересмотреть свои, я думаю, взгляды на это. Вы верующий человек, Николай верующий человек. Просто, я говорю, это нормальная реакция. Я вот так смотрю и думаю, что это очень полезно будет и вам, и Николаю вот такая встреча. Мои заключения. Кирилл, и говорит проповедь на, как раз, на Андрея Крисского. Хорошая проповедь. Он ее произносит, а мы, представим, в Барнауле, мы сидим, слушаем, смотрим, как будто бы он рядом с нами. Ну, разве это плохо? Я вижу своего патриарха. Вот такой телевизор. Иоанн Богослов, откровение от Богослова, говорит, всякий, кто, не он сказал бы, кто принимает печать, и все, но он вперед сказал, всякий, кто поклоняется образу зверя. Что такое образ зверя? Ну, образ зверя, это образ, который будет показан, когда уже зверь придет. Сейчас его не покажут, его нет. Нет. Образ зверя, переводим. Образ мы знаем, это икона. Это зверя мы знаем. А образ, образ зреческого, это икона, вид, изображение. Что подходит под телевизор? Ну что, патриарх, разве... Ну, 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 вот из трех одно выбирайте. Ну что? Вид, икона, изображение. Кто подходит под телевизор? Ну, икона здесь не может подходить. Изображение. Всякий, кто поклоняется телевизору. Почему телевизору-то? Изображение, телевизор показывает. Телевизор-то не изображение. Господь показывал ему телевизор, а тогда, 2000 лет назад, он не знал, что это телевизор. Он сказал образ зверя. Ну, хватит какие-то толкования, прям бабка какая-то. Какая бабка? Ну, какое толкование-то? Я смотрю на патриарх. Ну, образ зверя, как может толковать? Ну, что, патриарх зверь, что ли? Ну, что вы, где он, что ли? Что попало? Ну, патриарх сейчас выступает в храме, говорит проповедь, а я сижу утром, рано дома и слушаю. Почитайте три слова священописания, чем посмотрите бездуховность телевизора. Да, да. На какой телевизор? У меня нет телевизора. Бездуховность, вы смотрите? У меня нет телевизора вообще. Я против телевизора. Вы смотрите, например, вот, например, исхождение огня, да? Ну, только картинку, изображение. А духовности нет. А когда открываем священописание, три строчки прочитаем, а там дух божий движет, я уже благодать получаю. Ну, патриарх говорит, каким духом он движется, то он говорит, все правильно. И он в конце его слова, я включил, жена на кухне слушает, у меня друзья все слушают в это время. Мы патриарха раз за другой прослушали. Мощно, сильно сказал, по делу сказал. Я буду говорить, что роганьки, христи, да что попало прямо? Игнат Игоревич, а вот бывает, Коля, люди инвалиды, больные, сейчас есть такой канал Союз, который идет прямую трансляцию, они никогда не могут прийти в храм, у них нет возможности, нет там колец, они смотрят телевизор и смотрят службы, передачи, иер пасхальные, ирождественские. Разве это плохо, Коль? Не, ну, тут я, конечно, когда они смотрят там эту программу, можно там посмотреть, но в основном там дальше. Все-таки можно когда-то пользоваться. Она смотрит и дальше, продолжает смотреть, а дальше прочитать. Другой вопрос уже, что будешь флитровать, что смотреть-то надо. Но лучше привести бабушке, сказать, прочитай трое слово вот это вот, это возможно. Она слепая или неграмотная, ей лучше услышать, или если она не видит, или увидит, она уже не соображает, а так она ведь и служба, и пение услышит, и пропает. Почему, Коля, нельзя так телевизор, Коль, вот совсем. Лучше, но оно же не всегда бывает, это лучше. Надо же из худшего обязательно. Не нравится это все. Ну, в один раз сказали даже уже. Мы не будем утовлять вас, Игорь Николаевич, вам завтра на руку. Мы сейчас картами займемся здесь. Так еще что-то, Николай, что у вас есть? Какой вопрос конкретно? Да, собственно, уже. Не просто познакомились. Я дам книжечки, он пусть читает, и перемалывает, и все. Вы познакомились, разную у вас круг, и вот и такого надо полю. Понимаете, вы ходите в церковь, вот вы едите священников, на епископов, абсолютно у всех есть интернет, у всех, у всех есть телевизор. Он сейчас поработил всех, ну что делать? Ну как это так, из-за того, что телевизор, как он у меня поработил? У меня нет телевизора. Он у меня есть мобильный, но я не разговариваю, что поработил. Теперь покажите, как он... Я же говорю не у вас, я сказал мир поработил. Кстати, Коля, вот то, что сегодня вы беседовали, завтра будет в интернете на весь мир. Вот эта беседа сейчас будет уже в Америке, в Германии, в Австралии. У вас рога был, ты видишь? Вы такой, какой был, такой с подрезанными усами, с потрижной бородой, называется православный. И все вы скажут, вот оно православие ошел живое. Ну я мирянин, потому что я могу и подрезать, а вот если был бы священник, я бы не подрезал. Видишь, как уже написано, что слуги Давида, обыкновенные слуги, им полбороды отрезали, земной Иерусалим не пустил, пока они отрастут с города. А мы в небесный идем. Во-первых, у вас, например, паспорт есть, и вы сейчас любому менту покажете. А я подбрываюсь, потому что менты на бороды бросаются, они подходят мне, паспорта нет. Сейчас заберут меня, потом пока разберутся, откуда чего. Вы сами себя создали. Нет, не сам себя паспорт засадал. Знаете, когда Христос входил в Иерусалим, он говорит, идите, и там привязаны ослица. Осленок. У нас подошли, а на осленке лежат, навешаны банки разные, ящики из-под пива. Нужен такой осленок Христу. Вы себя ввешали такими предрассудками, что Христу негде у вас места. Нет, нет. Вы такой осленок, который брыкается, обвешивался банками с предрассудками, разумеется. Зачем это нужно? Почему он осленка и ослицу взял? Потому что он на никто не садился, необъезженный. А почему ослицу взял? Почему ослицу взял? Это означает еврейский народ, который уже носил. Это прообраз. А осленок означает необъезженный языческий народ. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Ну ладно, все. Мы прощаемся, поехали. Так, подождите, Стефан Михайлович. Насчет чего мы говорили с Стефаном? Ну пока.